Good morning, students! The theme for today is present simple. Сегодня мы с вами повторим тему present simple. Действия данного времени происходят постоянно, обычно. Это настоящее время. We will speak about affirmative form, about negative form, about question form. Сегодня мы с вами поговорим об образовании утвердительной, отрицательной и вопросительной формы present simple. What do we use the present simple for? В каких же случаях мы употребляем present simple? General statements and facts – общеизвестные утверждения и факты. I am 10 years old. Cats like milk. Habitual actions or routines. Повторяющиеся действия или режим дня. Richard gets up early every day. Timetables. То, что запланировано в расписании. Classes start next week. Permanent situations. Длительные действия. She works in London. Давайте с вами разберем образование утвердительной формы на примере глагола like. С местоимениями I, you, we, they используется сам глагол like. С местоимениями he, she, it в глаголу like добавляется окончание с – likes. I like tennis. She likes skiing. Отрицательная форма. С местоимениями I, you, we, they мы используем вспомогательный глагол do. Ну, при добавлении частички not, он читается как don't – don't like. С местоимениями he, she, it используется вспомогательный глагол does. И при добавлении частички not мы его читаем как doesn't – doesn't like. You don't like scuba diving. He doesn't like basketball. В опросительной форме вспомогательные глаголы do и does выходят на первое место. Для того, чтобы задать вопрос к предложению you like tennis, вспомогательный глагол мы видим, что выходит на первое место, и получается do you like tennis? В предложении she likes skiing вопрос звучит следующим образом. Does she like skiing? Does выходит на первое место, и так как у него уже есть окончание, то к смысловому глаголу окончание не добавляется. What do they usually do in summer? Попробуйте догадаться, в какой форме будет глагол ride. They usually, they are bikes. Правы те, кто думает, что это глагол ride без окончания, так как местоимение – they. What don't they do in winter? Что они не делают зимой? Они не катаются. То есть к глаголу ride мы должны добавить отрицание not, при этом выбрав do. They don't ride a banana. What does he usually do in summer? He make sandcastle. Так как у нас местоимение – he, глаголу make, добавляем окончание. He makes sandcastle. What doesn't he do in summer? Что он не делает летом? He doesn't make a snowman. Летом он, конечно, не делает снеговика. Данную табличку я вам скину в группу. После просмотра видео я объясню, как мы будем выполнять задание. А сейчас я вам предлагаю просмотреть сказку про Present Simple. I suggest you the watching of the fairy tale about the Present Simple. Привет! Это я, I. Я учитель английского языка. А это мой ученик. Он очень активный ребёнок и любит бегать. Его зовут run. Когда я хочу сказать, что что-то происходит обычно, например, я бегаю. Я так и говорю. I run. I run. Однажды с нами приключилась неприятная история. Пришла вредная частичка not. Она была большой злюкой и всё время говорила not, not, not. Нет, нет, нет. Она стала между мной и моим учеником и не давала нам разговаривать. Но тогда к нам на помощь пришёл Супермен do. Он успокоил вредную частичку not. Поэтому, если я хочу сказать, что что-то не происходит, например, я не бегаю, я так и говорю. I do not run. Благодаря Супермену вредная частичка not перестала быть такой злюкой и даже заулыбалась. Она принялась обнимать Супермена и говорить ему спасибо. Когда вредная частичка not обнимает Супермена, можно говорить сокращённо. Не do not, а одним словом. Don't. I don't run. I don't run. Когда я хочу задать какой-нибудь вопрос своему ученику, мне на помощь снова приходит Супермен do. Он помогает мне задавать вопросы. Если я хочу спросить, я бегаю? Я так и говорю. Do I run? Ребята, я вам сейчас покажу, как вы используете интерактивную ссылку, выполняя учебное задание. Данную ссылку вы получаете в группе WhatsApp. На неё нажимаете и переходите на страницу учебного задания. Вот так оно выглядит. Необходимо его проматывать вниз. Здесь хема у нас сегодня Present Simple Tense, и мы отрабатываем с вами употребление данного времени. Здесь вы видите несколько предложений. Давайте с вами просмотрим до конца. В этих упражнениях вам ничего писать не нужно. Вам нужно будет выбирать правильный вариант ответа. В каждом предложении у вас будет два вот таких синеньких окошка. Это означает, что вы выбираете либо одно окошко, либо другое. Рассмотрим на примере нескольких предложений. Susan drinks or drink tea in the morning. Чтобы определиться drinks, нужно выбрать или drinks, вспоминаем, что Susan можно заменить местоимением she, а с местоимением she в Present Simple глаголу добавляется окончание s или es, то есть правильный вариант будет drinks. Вы на него нажимаете, и, как видите, у вас окошко поменяло свой цвет. К следующему предложению переходим. My sister doesn't or don't play tennis. My sister – также можно заменить местоимением she, а в отрицательной форме будет doesn't. Внимательно читаете предложение, вспоминаете правила, выбираете нужные варианты и таким образом выполняете все задание. Когда вы выполните все задание до конца, вы увидите слово «финиш». Нажимаете на «финиш», и, кроме того, есть «check my answers». Нажимаете на «check my answers», возвращаетесь в начало задания, и вот здесь вы увидите, что программа вам выставила баллы. Так как мы выполнили задание не полностью, у нас два из десяти. Если ваше задание вас устраивает, вы делаете скрин вашей работы. Если вы работаете с телефона, желательно, чтобы на скрине было видно ваша антенка и время. Скрин вы присылаете в личку мне, чтобы не загружать телефоны большим количеством фоток. Если вы работаете с компьютера, то необходимо будет сделать скрин на компьютере или же фотографию экрана компьютера и также прислать мне в личку. Если вы посмотрели свои баллы, но вдруг вас они не устраивают, вы можете использовать эту ссылку и пройти задание еще раз. Но перед этим обратите внимание, ваши верные ответы будут выделены зеленым цветом. Если же вы где-то ошиблись, то у вас это окошечко будет розовым. Если захотите переделать, вы можете сделать это несколько раз. Поэтому я надеюсь, что вам понятно мое объяснение. Буду.